Рафик Галимов занимается благоустройством Нижнекамска уже 26 лет. За 11 часов смены он как минимум должен убрать снег с дорожных поворотов и остановок, а также освободить место на полигоне. Только вот погода в этом году значительно повлияла на рабочий процесс. Видимость плохая, работы больше. Снега много в сравнении с теми годами. Гораздо больше, не каждый день. И погода меняется, то оттепель, то чуть-чуть морозит, тоже плохо. На дорогах каша и оттепель, убирать трудно. Но больше всего на скорость уборки снега сказалась нехватка рабочих. В общей сложности на балансе комплексного предприятия благоустройства находится более 50 единиц снегоуборочной техники. Однако на линию выходит только 25 из них. Например, комбинированные дорожные машины сейчас, их сейчас на данный момент, мы ощущаем, что новые привезли, 18 штук. Ну, естественно, они ломаются, пару штук всегда бывают в ремонте, как техника. То есть, если у нас они будут на линии хотя бы 15 штук, то есть на 3 смены делим, получается, 45 у нас должно быть только водители КДМ. В данный момент у нас их 28. В качестве мотивации к работе руководство выбрало изменить принцип оплаты труда. Теперь зарплата у сотрудников зависит от количества отработанных часов. Так, водитель КДМ получает не менее 50 тысяч, грейдериста около 70 тысяч, а рабочий по благоустройству как минимум 20 тысяч рублей. Всего с начала года на предприятие пришло по меньшей мере 25 человек. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР.